всем большой привет дорогие друзья дорогие подписчики с вами раиль арсланов и добро пожаловать в хижину музыканта сегодня по вашим большим заявкам разберем самую бомбезную и летнюю песню наверное потому что группы время истекло как вы знаете в своем камере на эту песню использовал такой инструмент как баян для того самого проигрыша бомбезного где очень очень много нот и подобрать данную вещицу было не так то и легко на самом деле я еще долго думал на чем бы его сыграть и все таки остановился на баяне более удобный принцип игры здесь как раз таки и для вас наверное будет удобнее разучить данный проигрыш на баяне потому что под рукой иногда часто бывает баян дома у бабушки у дедушки можете найти если что и сыграть ну и традиционно с чего начинается разбор песни конечно же с прослушивание моего кавера а полный кавер на эту песню можете найти внизу в описании под видео почему не могу избавиться от мыслей о тебе почему мне так понравилось ударила любовь по голове почему не могу расслабиться и просто танцевать почему так получается я так люблю хочу тебе сказать наверное потому что все это мое чувство чувство одновременно радостно и в то же время груст груст грустно груст груст грустно глупо в сна глупо в сна мальчика но Но почему? Переключиться совсем не могу Просто тону, иду я ко дну Хочу лишь тебя я одну Но почему? Наверное потому что Наверное потому что Все это мое чувство, чувство, чувство Одновременно радостно И в то же время груст, груст, грустно Наверное потому что Все это мое чувство, чувство Одновременно радостно Ну чё, друзья, давайте приступим к разбору. Только что прослушали мой кавер. И он, конечно же, звучал на тон ниже, чем оригинальная тональность. То есть оригинальная тональность АМ. Или можете взять при помощи баррэ на пятом ладу верхней посадкой. Как вы сами понимаете, как Дорофеева, я петь не могу так высоко, поэтому мне пришлось понизить до аккорда соль минор. АМ. Давайте сначала покажу те аккорды, при помощи которых я играл в кавере, а потом уже покажу оригинальные аккорды. Аккорд GM. Третий лад. Да, верхняя посадка, без фака. Второй аккорд. Нет, давайте GM ещё покажу без баррэ. Можно тоже зажать. Шестую струну на третьем ладу зажимаем, пятую на первом ладу, четвёртая открытая остаётся. Третья и вторая струна на третьем ладу. Получается GM. Только без первой струны это всё нужно играть. Да? Ну понятно. Следующий аккорд DM. Пятый лад, нижняя посадка. Аккорд формы АМ. Смотрите, убирая указательный палец, это АМ оказывается. Просто поставили баррэ. Ещё есть при помощи простого способа зажатия аккорда DM. Да? Следующий аккорд уже ми бемоль мажор, Е, Б. Берём на шестом ладу с средней посадкой. По типу формы А аккорда. Да? И через лад аккорд F. Так удобнее взять, но можете взять ещё здесь, если хотите. Получается... Вот эти четыре аккорда. Но теперь посмотрим оригинальные аккорды. Как я уже сказал, аккорд АМ. Следующий аккорд ЕМ. Потом идёт аккорд ЕРОК. Ф. И аккорд G. Напомню, аккорд F можно взять без баррэ. Вот таким образом. Первая, вторая струна на первом ладу. Четвёртая на третьем ладу. И вторая... Ай, третья струна на втором ладу. Молодцы! По сути, песня начинается на трёх аккордах вступления. АМ. И потом, когда начинает петь Дорофеева, по сути, вот эта мелодия... Ля-ля-ля, соль-соль, фа-фа-фа, соль-соль продолжается там вот этой клубной штучкой. Клубным звуком, да? Но ещё и вступает же басовая партия. И тут начинается путаница, ребята. То есть, по сути, начинаются аккорды АМ, ЕМ, ЭФ, Джи. Но на фоне этого до сих пор сверху продолжается партия вот этого. То есть, гармония одна, басовая партия другая. Но лучше всего по басу взять, ребята, аккорды. Поэтому будем играть АМ, ЕМ, ЭФ, Джи. Почему это всё звучит вместе и не мешает друг другу? Потому что аккорд Джи и ЕМ, они параллельны. То есть, соль параллельна ноте аккорду и ноте Е. ЕМ. Вот эти аккорды похожи. Джи и ЕМ. Но вступление можете сыграть так. АМ, Джи, ЭФ, Джи. Да, как я играю. Я дергаю бас, три нижние струны вместе. Раз, два, три. Раз, два. На аккорде Джи. Ф. Раз, два, три. Аккорд Джи. Раз, два. И так ещё раз повторяю. И там вступает. И пошла танцевальная партия. Начиная с куплета, будем играть аккорды АМ, ЕМ, Ф, Джи. Вот именно с этих аккордов я и начал играть кавер. Сразу. То есть, можем играть так. Тут АМ, тут ЕМ. То есть, вот этот аккорд я могу взять здесь, на седьмом ладу. Потом, также, рядышком, аккорд Ф. Вот, который мы брали. И ещё чуть дальше аккорд Джи. Да, соглашусь, очень далеко, ребята. Но, зато, вот эти два аккорда очень близки. Ну, благодаря тому, что можно сыграть всё это на открытых аккордах, можно не париться, по сути. Какой же бой, ребята? Вот так. Вот я начинал без вокала. Играл бас. Потом три нижние струны. И расслаблял сразу левую руку. Получалось. Два раза. Дёргаю. Каждый раз после игры трёх нижних струн нужно расслабить пальцы левой руки. Да. Потом аккорд ЕМ, бас, пятая струна. Аккорд Ф, бас, пятая струна. Аккорд Джи, бас, пятая струна. Потом, когда начинается вокал, я уже играю полноценный бой. Очень просто. Можете сыграть на простых уже этот самый бой. Что я делаю? Дёргаю бас, три нижние, хлопок и снова три нижние. Аккорд ЕМ, бас. Три нижний, хлопок. Три нижний, аккорд Ф, бас. Три нижний, хлопок. Три нижний, и аккорд Джи, бас. Три нижний, хлопок. Три нижний. Я вам уже сказал, сами выбирайте, как играть. То есть, при помощи барре или без барре. Теперь покажу при помощи барре. Вот таким образом играете это место и поёте. Давайте попробуем. Почему не могу избавиться от мыслей о тебе? Почему мне так понравилось, ударило? Любовь по голове. Почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю. Хочу тебе сказать. Ну, дальше идёт бой. Поняли, да? Здесь пальцы у меня не умещаются. Поэтому тяжело показать. По сути, запоминайте бой, как он звучит. По сути, здесь только два удара. Чё я говорю, по сути, сто раз? То есть, бас идёт, потом удар. Да? Четыре четверти в песне. Раз, два, три, четыре. 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 То есть, этот счёт сохраняется на каждом из четырёх аккордов. На первую долю, на первый удар приходится бас. Раз, на третий уже стук, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. И между этими, то есть, до хлопка, мы ещё вставляем быстренько три нижние струны, да? Чтобы красиво было. И ещё в конце добавляем. Всё просто и логично. Чем сильнее будете расслаблять левую руку, тем класснее будет эффект данного боя. Хорошо, дальше начинается припев, ребята. Вот такой вот бой, на самом деле он простой, ребята. Давайте, чтобы вы опять не запутывались, бой хотя бы сыграем при помощи простых аккордов. Берём аккорд АМ, делаем удары вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Так должно прозвучать. Два раза на каждом аккорде. Следующий аккорд ЕМ. То же самое делаем. То есть, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Соединим АМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, ЕМ. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, аккорд G. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, аккорд G. Вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Я G не сказал ли? Два раза. Надеюсь, нет. И уже поёте под этот самый бой. Давайте ещё раз повторим. Да, прямо перед сменой аккорда нужно сделать удар вверх быстренько и тут же вниз То есть вверх лапок, вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз То есть последний удар вверх приходится на одном аккорде, а вниз на другом И пробуем, давайте Наверное, потому что все это мое чувство-чувство Одновременно радостно и в то же время груст-груст-грустно Наверное, потому что все это мое чувство-чувство Одновременно радостно и в то же время груст-груст-грустно В конце вокалом уходим вниз Груст-груст-грустно И дальше идет проигрыш на тех же самых аккордах и на том же самом бое В этом бое, кстати, можете убрать первый удар вверх, то есть Вверх не делаем Сразу вниз и хлопок Вверх-вниз-вверх, потом вниз Хлопок вверх-вниз-вверх Хлопок как делаем, это проезжаемся струнами Ай, как это может проехаться струнами? Проезжаемся ногтями и блокируем ребром струны Легко должно быть на самом деле Проигрыш уже посмотрим на баяне Но это чуть позже А теперь приступаем к второму куплету Второй куплет, ребята, уже не поется А ее компаньоном читается рэпчик или речитатив, как вам удобнее Аккорды те же, но бой меняется И начинаем этот рэпчик чуть раньше на аккорде Последнем аккорде, на аккорде G Вопрос Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез А теперь я не могу прожить и дня Это перегруз, это передоз Но почему переключиться? Совсем не могу Просто тону, иду я к одну Хочу лишь тебя я одну Но почему Наверное, потому что И опять припев Да, смотрите, какой бой Этот бой я использовал один раз Только в песне Носа-Носа Как помнится Нужно сыграть То есть удар Вниз, хлопок вверх, хлопок вверх И так на каждом аккорде Вниз, хлопок вверх, хлопок вверх Непривычный бой, новый для вас, кстати Второй хлопок позже идет То есть прямо перед окончанием То есть Ам, 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 ам Поехали Немного непривычно, согласитесь Еще раз Вниз, хлопок вверх, хлопок вверх Аккорд Е-М Нужно въехать, потому что это не совсем ровный бой Как вы сами слышите Аккорд Е-М Вниз, хлопок вверх, хлопок вверх Вот так ровно нельзя играть То есть нужно Поймать ритм Вот так и нужно играть Аккорд Ф То есть вниз, хлопок вверх, хлопок вверх Аккорд G Ощутите Вниз, хлопок вверх, хлопок вверх В конце Прямо вдоль и нужно последний удар И играйте Да? Говорю же, начинаем на аккорде G Последним, когда проигрывается проигрыш На последнем аккорде G Начинаем Вопрос Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез А теперь я не могу прожить тебя Это перегруз, это передоз Но почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну Хочу лишь тебя я одну Но почему? В конце Куда-нибудь удар там сделали Опа И говорите Наверное, потому что И начинается опять-таки припев Наверное, потому что Все это мое чувство, чувство То есть тем же самым боем Каким? Вниз, вверх, хлопок вверх, вниз, вверх Хлопок можете так сделать А можете вот так кулачком Еще раз И так далее Таким образом доигрываем припев Потом идет проигрыш опять-таки На том же бое и на тех же аккордах А теперь уже пришло время посмотреть Наконец-таки данный проигрыш Целиком и полностью на баяне Поехали Твою ж богу душу Е-мое, ребята, вы скажете, да? Сколько кнопок, Граэль? Ты шутишь? Нет, друзья, смотрите Серьезно Не паникуйте Вот этих двух рядов По-любому у вас нет То есть Обычно бывает баяны трехрядные Вот у меня три ряда Вот этого нет Это все для уже более продвинутых То есть на эти два ряда Смотрите Смотрите Сюда на три ряда Здесь все одинаково идет То есть Вот Две белые Три белые Две белые Две белые Три белые Две белые Одинаково Да, между ними есть черные Пока их нам не нужно трогать Как звучал данный проигрыш Вот таким образом То есть Ничего сложного Это в быстром темпе Кажется так Много нот Но это все повторяется сто раз То есть Тональность ля минор Как сказал Вот это трезвучие Отсюда играем Ля До Ми До Ля Ми До Си Еще раз Да Дальше я поменял По-своему сыграл Сыграл Ми Соль Си Ре Соль Си Ре Ми Итого соединяем Все просто по белым Вот очень удобно Только по белым играем Пока что Еще раз Да Дальше опять играем Ля До Только соль Вот сюда тянемся На вторую белую Ля До Соль До Ля До Соль До Ля Соль До Ля То есть сначала вверх Потом сверху Ля Соль До Ля Да Играем потом Си До До Си Так нужно сыграть Поэтому вот играем всеми пятью пальцами Си До До Си Ля До Ми То есть вот эти самые ноты Уже сыграем здесь наверху И остановились на Ми Итого что получилось Все Дальше за вторым разом почти все одинаково Но концовка другая Ля До Ми До Ля Ми Доль Си Ми Соль Си Ре Соль Си Ре Ми И дальше играем на ноте Ля Такой вот рисунок Ля 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 Си До Ля Три раза Ля Раз Два Три Раз Два Раз Два Потом по два раза играем Ля Раз Два Раз Два До Си До Ля Вот и все Концовка какая Одним пальцем желательно не играть Все нужно сыграть коротко Друзья мы только что сыграли проигрыш в первой октаве Есть чуть ниже малая октава Есть наоборот выше вторая октава Вот как раз таки во второй октаве нам нужно сыграть То есть нота не меняется Просто октава меняется То же самое Я же говорю все повторяется здесь Не паникуйте самое главное Нужно сыграть вот тут Дорогие друзья данный разбор к сожалению уже подошел к концу Благодарю что посмотрели мой ролик С вами был Раиль Не забывайте ставить лайки И комментировать конечно же это самое видео Если мы набираем 800 лайков Выходит разбор на следующую крутую песню Которую я уже заготовил для вас То есть выбирая самоотборные бомбезные клубные вещи Да Но вы просили что-то душевное Душевное тоже будет Не отчаивайтесь И не забывайте то что внизу в описании есть ссылочки на инстаграм В группу вконтакте Туда вы можете вступить и следить за моим творчеством Смотрите что поймал Это кнопочка подписаться Ребята не забудьте подписаться на мой канал Чтобы не упустить ни одного разбора Ни одного камера И вообще ни одного ролика Все появится у вас Если вы подпишетесь Надеюсь вы подпишетесь Ну подпишитесь До скорых встреч Теперь точно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok